Привез и рассыпал 4 грузовика хово-навоза, также завез с плодородной бочвы, рассыпал слоем 60 сантиметров, потому что земля у нас сухая. Житель села Алга, что в Баткенской области, Махмудалит Темиров рискнул построить теплицу на участке в 12 соток. В ближайшие дни он планирует собрать 10 тонн помидоров и отвезти их на рынок. Он надеется, что свои миллион сомов, потраченные на строительство теплицы, он оправдает за один год. Я посеял семена томатов 10 февраля. Говорят, первые помидоры поспеют к 1 мая. Советы я спрашиваю других ребят, которые также занимаются тепличным бизнесом. Я отправляю им фотографии, спрашиваю, что нужно делать, сколько нужно удобрений, строго следую их советам. Если я продам 10 тонн помидоров по 70 сомов за килограмм, то получу 700 тысяч сомов. Эта сумма полностью оправдает расходы на строительство теплицы. Благодаря теплому климату этого региона тепличный бизнес здесь требует меньших усилий. А прибыльность, соответственно, высокая. Здесь нет отопления. Если посеять семена 10 февраля, то первые помидоры созреют к 1 мая. Мы не отапливаем теплицу углем или еще чем-либо, поэтому и расходов меньше. Мы вырыли котлован глубиной в 2,5 метра и все засыпали землей. Поэтому даже зимой температура почвы не падает ниже 3-5 градусов выше нуля. Тепличный бизнес не требует особых навыков, говорит Махмут Алиб. Стоит лишь начать его. Я бы советовал всем заниматься тепличным делом. Особенно климат Кадамжайского района благоприятен для этого дела. Грунт здесь каменистный, но именно поэтому он держит тепло и ускоряет процессы, способствует быстрому созреванию. Здесь почва не влажная. В последнее время в этом регионе увеличивается количество теплиц. Может быть, недалек тот день, когда местные теплицы будут обеспечивать потребность местного рынка. Джин Шайдаров, Азаттык, Баткенская область. Продолжение следует...